Небывалые паводки в ушедшем году пришлись именно на советский район города. Экстренной ситуации удалось избежать. Вышли с честью, защитили жителей и помогли им материально. Но расслабляться не стоит, уверены власти района. Поэтому в этом году нам надо учесть опыт прошлого года. По прогнозам, конечно, у нас есть вероятность, что паводка ситуации может возникнуть. Поэтому мы со всеми структурными подразделениями, заинтересованными структурами, все должны быть готовы к этому. Но, тем не менее, развитие района продолжается. В 2021 году тоже очень много было сделано и в части ремонта дорог, и в части обустройства дворовых территорий. Благоустраивали дворы, строили новые сады и не только. В избежание угроз паводка в советском районе скоро построят дамбу. И, пожалуй, впервые здесь будет масштабная реконструкция всех инженерных сетей центральной части города. У нас вся центральная часть в плане сетей теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения будет реконструировано. Где-то будут проложены новые участки. Поэтому этот проект очень большой. Стоимость всего более 2 миллиардов рублей. Он будет реализован на протяжении 2022-2023 годов. По программе «Чистая вода» в этом году в советском районе будет реализован еще один крупный проект стоимостью почти 350 миллионов. Это отвод левобережной части района от 44-й школы, микрорайон «Исток». Это позволит обеспечить подведение водоснабжения к жителям левого берега и обеспечит пожарную безопасность. Намечается большое жилищное строительство на территории района в рамках реновации центральной части города. В центральной части, где у нас будет построено порядка 153 тысяч квадратных метров жилья и еще где-то порядка 16 тысяч квадратных метров вспомогательных помещений, коммерческих помещений. То есть 170 или 180 тысяч жилых площадей и коммерческих. Несмотря на то, что советский район довольно маленький, жители в нем меньше, чем в других, он все же центральный и по сути визитная карточка нашего города. В ближайшей перспективе у нас много что надо сделать, а на территории советского района будут реализованы крупные проекты. Вот Евгений Вячеславович в своем докладе уже сказал, это и по развитию инженерной инфраструктуры, и социальной инфраструктуры. Я бы хотел сказать, что с одной стороны это очень радостное событие, когда можно вкладывать деньги в развитие инфраструктуры, а с другой стороны это же и большая ответственность. В этом году в Советском запланировано отремонтировать три километра дорог и, конечно, продолжатся работы по комфортной городской среде. Преобразят 11 дворовых территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда». Еще три двора благоустроят по проекту «Тысяча дворов Дальнего Востока». Большие вложения ждут улицы Кабанскую и Правсоюзную. Мария Латышева, Вячеслав Батуев. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин